Они забрали тебя из столичной тюрьмы Сначала везли в карете, а теперь в лодке, на восток, в мору Не бойся, я слежу за тобой, ты был избран Проснись, почему ты дрожишь? Ты в порядке? Проснись Здравствуйте дорогие друзья Сидел я такой и несколько месяцев клепал ролики на канал с одним и тем же содержанием Советы по той игре, хинты по этой, стрим про это, стрим про то И пришла мне мысль в голову, а не начать ли мне еще и делать обзорные ролики по любимым играм Думал, думал и придумал, что пора И раз уж начинать эту серию обзоров, то конечно же, с самой-самой моей любимой игры всех времен и народов Морровинд В начале двухтысячных я, как полагается нормальному молодому человеку С огромным удовольствием, расправив крылья, выпорхнул из родного гнезда родительского дома Из начала начал и все такое К тому времени я как раз окончил институт Начинал трудовую деятельность Строил планы на будущее с будущей матерью моих будущих детей И в общем, планов было громадью Сделать то, добиться этого Но первым делом, что я сделал? Правильно Пошел и купил компьютер Это был какой-то допотопный по нынешним меркам кудахтер Да нынешний телефон моего тестя, с помощью которого он пытает меня тиктоком, мощнее, чем тот драндулет с экраном Но какая же радость у меня была Я тут же погрузился в игры, в которые не играл с середины девяностых Всякие там Думы, Квейки, Вольфенштайны Первые Варкрафты, Тибериан, Саны и Стрипокеры Уж куда без них И вот однажды мне на глаза в одном из магазинов В котором я обычно отоваривался играми, попался очень интересный экземпляр И он привлек меня сразу по двум причинам Первая причина, это удивление от того, что на диске всего одна игра А не десятка-полтора, как полагается А вторая причина, это необычное описание и отзывы на обложке диска Моровинт, новая ступень развития искусства создания игр И Исполинская, богоподобная, великая игра Первое высказывание принадлежало журналу Страна игр А второе, Game.exe, который я в те времена почитывал И собственно, это для меня звучало авторитетно На оборотной стороне располагалось небольшое описание, которое сулило мне невероятные приключения в огромном мире игры Изучив системные требования, я понял, что скрипя сердцем, мой компухтер кое-как потянет эту игру И я решил, надо брать С одной стороны, я никогда до этого не играл в ролевые игры Ну, имеется ввиду на компьютере С другой стороны, кружило голову ожидание незабываемого приключения в огромном мире Ну а то, что системные требования не совсем подходили, меня не останавливало Я впоследствии поменял свой третий GeForce на четвертый Нарастил память и заменил процессор, и все стало как надо К тому же в нулевые проапгрейдить комп было не так проблематично, как сейчас Комплектующие, особенно видеокарты, не стоили, как крыло Боинга А ожидание чего-то нового и необычного являлось ключевым фактором Кто помнит нулевые, тот подтвердит, что игры не в последнюю очередь в те времена брали из-за того Что там используются какие-то новые передовые технологии, реалистичные текстуры, анимации и прочее И все было интересно пощупать Впоследствии я узнал, к примеру, что Моровинт, многие технори того времени Хвалили за вполне реалистичную шейдерную модель отображения поверхности воды И эта вода до сих пор выглядит очень даже неплохо В отличии от, конечно же, давно уже безнадежно устаревшей графики Итак, я установил игру Налил себе пивчанского Щелкнул по ярлыку Игра загрузилась И я еще и на этапе меню сразу же обалдел от основной шедевральной музыкальной темы игры Которую написал знаменитый Джереми Соул Я, конечно, тогда в упор не знал, кто этот волшебник, который заставил меня дослушать заглавную тему до конца А не отправиться сразу в поисках приключений Учитывая, что я меломан, я прослушал тему несколько раз Этот исторический момент навсегда запал мне в душу, оставив в ней неизгладимый отпечаток Как только впоследствии у меня появился телефон, поддерживающий MP3 в качестве рингтона Композиция Nerewar Rising, или по нашему пришествии Nerewar, надолго обосновалась как основная мелодия звонка И я с удовольствием рассказывал окружающим, что это у меня такой играет Вместо инкубаторских звонков и всяких там Возьми трубку, тебе мама звонит К сожалению, очень мало моих плюс-минус ровесников, и уж тем более лиц старшего возраста Разделяли мой энтузиазм от того, что у меня на телефоне звучит музыка из компьютерной игры Но это, пожалуй, тема отдельного ролика Каково это было быть геймером 20 с лишним лет в начале нулевых Среди ровесников, большинство которых предпочитают футбол, гараж, пиво и диван Но не будем о грустном Настала пора рассказать о первых впечатлениях об игре Говорите свободно Сказать, что игра запала мне с первых же минут, ничего не сказать Таинственный женский голос еще на этапе заставки вещал нам проникновенно Что мы были рождены под особой звездой Нас забрали, сначала везли в карете, а затем на восток по морю У Моровинд А затем на экране появлялась надпись, которую я не забуду никогда и очень люблю цитировать Время и место подвига определяется судьбой Но если не придет герой, не будет и подвига Цурин Арктус, подземный король Вау Еще ничего не началось, но выглядело это крайне эффектно А дальше был Джиуп со своим не менее легендарным Проснись, проснись, почему ты дрожишь? Ну ты и Соня, тебя даже вчерашний шторм не разбудил Да как же он нас мог разбудить, если трансцендентально мы были на прямой связи с самой Азурой А дальше понеслось, выходим с корабля, заполняем анкету, становимся в результате бог знает чем Только потом я научился распределять начальные очки как надо А тогда было пофиг, создал каджета с двуручем, потому что это было необычно для меня играть за звероподобную расу Каджет с двуручем, Моролин ждал меня с распростертом объятием Нет Мы следим за тобой, ничтожество Все, тяпляп, анкетка, ага, рулет, спасибо, пока Быстрей наружу смотреть на игру, хватит тянуть с бумажками, бюрократовы чертовы Еще с корабля я заметил огромное насекомое, которое стояло рядом с городком Вблизи оно казалось еще огромнее, вот это да А ездить на нем можно? Можно? Вау, вот это был шо Так, шо там по заданию? Ехать в Балмору? Какой-то кайкасадас меня ждет? И знаете, я тогда сделал, наверное, самое правильное решение И не ломанулся сразу по сюжету, а решил осмотреться вокруг Так, кассадас ждет, кассадас подождет Оглянуться не успев, я уже погряз в кучу квестов Сначала я нашел прыгуна на высокие дистанции в желтой фапочке Потом обнес схрон местного вороватого басмера Затем получил люлей в пещере контрабандистов Которые приговаривали, тебя побили Довольный как слон я отправился спать На следующий день я по уши погряз в кипучей жизни моровинда Я тогда еще не понимал, что у этой бездны нет дна Сотни квестов, десятки сюжетных линий, сотни и сотни пещер, тайных баз, гробниц, доедрических руин, довимерских развалин, городов, поселений Всего лишь через пару десятков часов игры Я уже был где-то посреди масштабного местного конфликта интересов Который щедро разбавлялся заданиями гильдий, принцев доедра, храмовников, имперских культистов, легионеров и прочее, прочее, прочее И мне приходилось сидеть и думать Чем же я буду заниматься сегодня? Выслуживаться перед имперским легионом? Совершать паломничество? Или быть может щекотать вилкой Неча по просьбе придурковатого, но такого горячо любимого дядюшку Шео? Или пойду все-таки разденусь до гола перед не менее забавным, но таким же придурковатым дядюшкой Крассиусом Курио? В конце концов, в один раз не считается Блин, а ведь еще Крыс не убил для гильдий бойцов И грибы не собрал в районе Горького берега для гильдий магов Учитывая, что Моровин был игрой старой школы, то никаких маркеров на карте не было Поэтому, чтобы куда-то добраться, надо было шевелить извилинами В нашем внутриигровом дневнике было лишь описание, как туда попасть Обычно оно выглядело так Строго на запад от Альдруна следует пройти порядка двухсот шагов Затем свернуть на юго-запад Там у гробницы повернуть на север И через сто шагов ты вуаля на месте И знаете, найти что-то таким макаром не всегда получалось быстро Но зато, пока ты шарился по округе, по этим на деревню к дедушке координатам Ты обязательно находил несколько приключений на свою пятую точку В виде монстров, разбойников, отбитых культистов или голых нордов Да и пройти мимо тех двух пещер и какого-нибудь доедрического храма с названием То ли Ашурба не пал, то ли Ашел мимо я, то ли А мы тут дружно зайцу уши пришили Было ну никак нельзя В 146% случаев, по первому делу, все эти приключения заканчивались тем Что какая-нибудь шестерка из культа выкидывала мой бездыханный труп из руин Со словами, что тут вообще-то приличные люди молокбалу поклоняться пытаются И не следовало их отвлекать Спасибо, хоть что не отдавали еще мой труп тому Дремора, который обещал его изнасиловать Хотя помнится, он давал слово, что сделает это нежно Хм, да, таких игр больше не делаю Проходили десятки и десятки часов Я постепенно качался, улучшал свои навыки владения оружием Становился толще и ловче Потихоньку, помаленьку одевался в шмот И вот уже шестерка из культа до ядра поклонников Подметал ошметки своего прежнего босса в центральном святилище Приговаривая, что не следовало грубить старому господину этому герою А я стоял перед статуей молокбала и думал брать или не брать последний рубин с пьедестала подношений Я уже знал, что подбор последнего сокровища обязательно призовет Дремора Вздохнув, я протягивал руку к рубину В конце концов, он же обещал быть нежным В крайнем случае, у меня уже есть хризамер Сказать, что главный сюжет игры великолепен, ничего не сказать По ходу пьесы мы оказываемся в самом эпицентре местных скандалов, интриг и расследований И здесь у каждого новоявленного божества есть порой не один скелет в шкафу И то, что кажется белым вдруг становится черным и наоборот Я признаюсь честно, когда к концу повествования ты понимаешь, что местное зло настолько глубоко замотивировано И что у него реально есть повод быть таким, то начинаешь даже ему сочувствовать Однажды я прочитал, годы спустя, что изначально разработчики планировали ввести в игру Возможность присоединения героя по выбору игрока к главному антагонисту Но потом отменили это Издатели наступали на пятки, надо было скорее выпускать игру Так что эта фича так и не была реализована Во внутриигровых диалогах до сих пор есть возможность в ходе финальной беседы с главным антагонистом Даготом Уром Выйти на такую возможность и даже согласиться стать его соратником Но дальше хобаце и ничего не происходит И нам приходится скрипять сердцем и вершить свой праведный в кавычках суд над этим Поистине неоднозначным персонажем, который явно не заслужил так закончить свой жизненный путь Да, Дагот Ур поехавший Но он не злой, потому что просто злой Там мотивация размером с Эвереста И она вызывает сочувствие В какой еще игре серии вы видели такую возможную? Сюжет Моровинда не черно-белый Тут хватает своей серой морали И не все так, как написано в детских сказках Тут все гораздо глубже К сожалению, следует констатировать, что впоследствии разработчики из Bethesda Уже никогда не поднимались до таких высот глубины повествования С масштабами мира в аннотации на диске тоже не подвели Мир игры реально огромен Да, он уступил по размерам генерируемым мирам Арены и Даггерфола Но став компактнее, Моровинд выиграл в проработанности По тем временам это был поистине огромный мир С большим количеством объектов, о которых я говорил ранее Здесь были десятки городов, сотни руин, пещер, крепостей и прочих примечательных объектов Это была последняя игра в серии, где разработчики не побоялись На игровом уровне реализовать левитацию Даже с левитацией можно было долго и упорно парить над просторами острова Варденфелл Кроме архитектурных объектов, игра поражала разнообразием флоры, фауны и бестиария В игре мы могли стать лидером очень многих фракций и объединений Можно было возглавить все великие дома и объединить их Стать лидером имперского культа или главным каноником храма-трибунала Возможности и масштабы впечатляли Следует также отметить атмосферность игры Встретить рассвет на горьком берегу или побродить по базе шестого дома дорогого стоили В немалой степени этому способствовал шикарный, амбиентный саундтрек Джереми Соула У меня до сих пор при звуках за главной темой игры бегут мурашки по спине и охватывает теплая волна ностальгии Оторваться от игры было невозможно Время шло, наступала ночь, последняя пещера, последние руины, последний квест Опаньки, уже 2 часа ночи и на работу вставать через 4 часа Но когда мы сдавались? Сдам еще один квест и пойду спать При повторном прохождении ты уже вдумчиво и толково создавал персонажа Знал как прокачаться и тут перед тобой открывались безграничные возможности зачарования и спелкрафты Заклинания из-под пера мастера выходили более мощными, чем в игре, а оружие, правильно зачарованное, да еще и при помощи звезды Азуры становилось гораздо мощнее, чем Хризамир, Умбра или Клинок Ледяного Монарха До сих пор помню, как зачантил кольцо на какой-то дикий ядовитый урон Это было оружие судного дня, с помощью которого я занимался экстерминацией непутевых контрабандистов Главной виной которых было только то, что они просто встали у меня на пути Но это было чертовски весело Из недостатков Моровинда, пожалуй, отмечу тупой искусственный интеллект А также буратино-подобную анимацию НПСы были просто болванщиками, которые гордо шагали по локации Чеканя Шаг Или тупо, вечно стояли на одном месте Но на момент прохождения я, к примеру, не был знаком такими играми, как Готика, где персонажи едят, спят и занимаются повседневными делами Так что сравнить на тот момент мне было не с чем Да и особо я не обращал на это внимания, так как мой дорогой зритель уже, наверное, и так понял, что в игре было чем заняться Кроме того, чтобы пялиться на буратино, снующих из угла в угол Система прокачки навыков, которую любят критиковать, меня тоже полностью устраивает Ее принцип состоит в простом повторении какого-то действия Допустим, главный герой много бегает, у него качается атлетика Или много сражается на мячах, качается навык владения мячом И это выглядит вполне реалистично А в жизни разве не так? Чем больше ты делаешь что-то, тем быстрее ты набиваешь руку в каком-то деле Мне непонятен принцип выдачи опыта тупо за то, что ты просто поговорил с кем-то, как делалось в некоторых РПГ Суммируя вышесказанное, могу сказать, что лично для меня Моровинт однозначно великая монументальная игра Да, она была первая в таком жанре Для меня Естественно, этот фактор также играет огромную роль в том, что спустя почти 20 лет я все еще с замиранием сердца слушаю музыку из игры А еще я вспоминаю, как мой трехлетний сын сидел у меня на руках, пока папа зачищал очередной пещеру от неудачников И когда он вырос, то первым делом сам прошел Моровинт и тоже считают ее одной из лучших игр, в которую ему довелось поиграть Получается прямо семейная игра А вообще Моровинт это своеобразное культурное явление, в определенном смысле знак качества и мерила Общаясь с людьми на стримах или в интернете, я частенько встречаю тех, для кого Моровинт навсегда занял особое место в их сердце В большинстве случаев мы быстро находим общий язык и любим устраивать сеансы совместного ностальгирования Игра вышла почти 20 лет назад, в следующем году будет две замечательные даты В мае 2022 мы отметим 20 лет мирового релиза, а в октябре уже 20 лет российского релиза И тут я хочу сказать отдельные слова благодарности русским локализаторам, которые проделали огромную работу по переводу и озвучке игры И огромное безмерное спасибо компании Bethesda за то, что подарила нам этот чудесный мир Может быть прозвучит несколько пафосно, но я все равно скажу Есть немного причин в моей жизни, ради чего вообще стоило жить Вот игра Моровинт среди этих причин Спасибо всем, кто досмотрел до этого места Подписывайтесь на канал Здесь будет больше еще обзоров на старые игры И не только на старые Ставьте лайки И напишите в комментариях, что для вас значит Моровинт До скорой встречи, друзья Всем пока